Всем привет! Получила посылку с косметикой из интернет-магазина KIKO в Германии. Обещала рассказать вам о сроках и о стоимости ее доставки в Украину, поэтому в первой части видео я расскажу о том, сколько ждала свою посылку и во сколько мне по итогу обошлась ее доставка через NPShopping. А во второй части я распакую посылку и покажу свой заказ. Не переключайтесь и не забудьте подписаться на мой канал! Заказ на сайте KIKO Германия я оформила 8 сентября. Как это сделать, я показывала в одном из своих предыдущих видео, ссылочку на него я оставлю в инфобоксе. Сразу после интернет-магазин прислал письмо с подтверждением заказа и в этот же день вечером на почту пришло письмо от перевозчика компании DHL с трек-номером. Этот трек-номер я зарегистрировала в личном кабинете NPShopping. Посылка на склад NPShopping поступила 15 сентября, то есть по территории Германии она ехала неделю. Причем сначала заказ двигался из Италии в Германию, а потом уже доставлялся по территории Германии. Далее две недели эта посылка не двигалась вообще, и ее статус в личном кабинете NPShopping не менялся. Пока 29 сентября мне пришло сразу несколько уведомлений о том, что посылка отправлена в Украину, что она прибыла на территорию Украины и о прохождении таможни. В итоге свой заказ я забрала в отделении Новой Почты 30 сентября. Таким образом прошло три недели с момента оформления заказа на сайте KIKO. Фактически вес моей посылки получился 400 грамм. За доставку я заплатила 2 евро и 90 центов. Также хочу предупредить вас, что с октября Новая Почта существенно подняла тарифы на доставку посылок практически со всех стран. И касается это как раз таки посылок, которые весят не более килограмма. Если раньше посылки весом до полукилограмма было выгоднее перевозить Новой Почтой, чем в Мистэкспресс, то теперь эта разница уже не такая существенная, потому что, к примеру, доставка из США на данный момент подорожала до 5 долларов за полкилограмма. То есть доставка посылки весом в килограмм будет стоить 10 долларов. Раньше доставка такой посылки обходилась в 7 долларов и 80 центов. Это что касается США. А, к примеру, доставка моей посылки сейчас обошлась бы уже в 3 евро и 89 центов, а не в 2 евро и 90 центов. Вот так вот хорошо все упаковано. Сейчас вам покажу, какие позиции я заказала. Первое, это вот такой вот мист, который работает как праймер и как закрепитель для макияжа. Мне его посоветовал визажист. Здесь 70 миллилитров. Сейчас открою. Вот такой вот праймер. Далее две туши. На сайте Кика была акция. Одна тушь стоила 3 евро и 99 центов. Я заказала две на пробу. Если честно, я до этого никогда не пользовалась косметикой Кика. И это такой мой первый затест. Поэтому буду пробовать. Первая тушь для объема. Вот так вот симпатично выглядит. Здесь 11 миллилитров. Называется она Green Me. Щеточка, конечно, очень достойная. И следующая тушь, это тоже тушь для объема. Щеточка тут тоже очень интересная. Я так подозреваю, что кроме объема, она должна еще неплохо подкручивать реснички. Дальше. Это консилер. Вот такая вот малышка. Здесь 3,5 миллилитров. И это один из наиболее хитовых продуктов у Кика. Вот такой вот маленький он. Здесь пленочка идет. Очень о нем хорошие отзывы. И вот смотрите, даже на руке, как он хорошо подстраивается под тон кожи. Не знаю, насколько он будет работать на области под глазами. Насколько он будет выполнять свои функции. Буду пробовать. Следующие две позиции, это помады для губ. Первое, это фьюжн липстик. Это оттенок 451. Интересный оттенок. Мне кажется, хорошо подойдет под какой-то такой а-ля нюдовый макияж. Возможно, на губах будет чуть более светлым. И следующее, если я не ошибаюсь, это из прошлогодней, новогодней серии. Вот такой вот красивенький золотистый чехол. И это оттенок 02. Здесь магнитная вот такая вот крышка, что очень удобно. И сама помада выглядит вот так. Она очень ярко блестит. Я не знаю, видно на видео или нет, но у нее прям такой вот шиммер-шиммер. И скорее, это, наверное, как блеск для губ, чем помада. Мне прям очень интересно, как она будет смотреться на губах. Пахнет тоже очень приятно. Вот вся моя покупочка. Напоминаю, что покупала я эту косметику в интернет-магазине KIKO Германия. При этом доставляли ее из Италии в Германию, а потом уже из Германии ко мне в Украину. Как сделать заказ? Пользуясь сервисом NP Shopping и пользуясь сервисом My Mist. Для того, чтобы доставить эту посылку в Украину, я уже показывала в одном из своих предыдущих видео. Ссылочку на него я оставлю в описании. Спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видеоролики. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всего хорошего. Пока-пока.